привет друзья вы на канале классная рыбалка с алексом сейчас я сделаю небольшой видео обзор с высоты северского донса то есть русло северского донса в районе эсхара это так называемый район фигуровки и вы увидите слияние реки уда и реки северский донецк в данный момент у нас в кадре был эсхар сама станция ну и собственно говоря вот фигуровка северский донецк его изгибы и и вот там с правее чуть-чуть правее отстойник эсхаровский отстойник но судя по всему сливают воду и там происходит отстаивание воды в данный момент идет обзор с высоты по моему около 100 метров или 100 или 200 метров это частичный вид на поселок эсхар северский донец с плотиной на эсхаре со шлюзом который там километрах четырех от этого места находится и плавный разворот на лесничество и озера северского северского донца и разворот в сторону города чугую места очень на самом деле красивые очень классные очень приятно отдыхать вот на горизонте находится чугую сама электростанция в данный момент работает а то есть вот этот такая сиз мы можем видеть сизый дым я сейчас поднимусь чуть выше постараюсь быть поднять дрон несколько выше этого дыма для нормально для нормальной обзорности 1 там посмотрим что из этого получится по моему на высоту около 350 метров подымаюсь или 300 или 350 250 метров ну высоко лучше все тот же вид на станцию эсхар электростанцию и вот одна сам населенный пункт слева от северского донца мы видим озера их очень много на самом деле кстати абсолютное большинство этих озер ну как моя практика показывает они карасевые то есть там вполне успешно ловятся такая рыба как карась или во время весенних паводков эти озера сообщаются как правило большинство из них сообщается с северским донцом то есть туда может заходить и щука то есть на этих озерах можем успешно ловить и щучку сейчас мы находимся над рекой северский донец и видим слияние реки уда и реки северский донец вот это вид по реке уда в сторону поселка пгт покровка в удах кстати достаточно много карася попадается сазан попадаются сомик вместе с слияние кстати очень видно контрастно дальше будет более подробно насколько более грязные уды по сравнению с северским донцом да напомню куда вытекают из харькова судя по всему отстойник никогда в этой части не был но я слышал что там закрыта это все закрытая территория но люди туда проходят там вот так как это теплый сброс воды и вот кстати правее мы тоже видим какие небольшие водоемы там это теплый спрос воды с искара там тоже кстати тоже закрытая территория мы люди там периодически туда пробираются что-то пытаются ловить карася даже зимой производят там ловлю рыбы и такие особые энтузиасты если вам что-то известно по поводу клево в тех местах ну отпишите в комментариях к видео мне на самом деле это очень интересно и по поводу горячего сброса который проходит рядом непосредственно с эсхаром тоже если не сложно отпишитесь так как знаю что зимой температура ниже 18 градусов не падает ну по крайней мере это несколько лет назад было когда эсхар зимой работал вот в этом канале вот кстати этот вид на канал и люди там очень даже хорошо ловили карпа ловили сазана несмотря на огромное обилие браконьеров которые там тоже пытаются там экранами ловить и всем прочим карп сазан карась ловился там прекрасно а на самом северском донце который у нас сейчас внизу вы видите как прикольно он петляет вот по центру слияния уд справе из гибы северского донца что можно сказать ну ловится платва хорошо ловится густера ловится тот же лишь подлещик это то есть те рыбные виды рыб которых которые люди ловят практически всегда попадается сазаны попадается на самом деле нередко я знаю людей которые целенаправленно ловят сазана на макушатники ну то есть не совсем по спортивному конечно расставляют до двух десятков прутов смогут с этими с макушатниками с крючками ну в общем то люди показывали там в общем кому интересно уловы по сазану здесь есть и я лично при нырянии неоднократно видел небольших сазанчиков таких по 2 по 3 килограмма в принципе их более чем достаточно единственное что обращаю внимание это также большое количество различного рода браконьеров то есть это и сети это и сети это и так называемые пауки ну и много чего другого всякого тут хватает людей отдыхает достаточно много и отдыхают по всякому но также половить рыбу здесь тоже можно превосходно то есть для любителей фидера особенно для любителей спиннинга фигуровка достаточно хорошо известно здесь проходят соревнования по зимнему спиннингу то есть окуня щуки здесь особенно могу сказать что при нырянии вот этой мелкой щучки весом там 400 500 600 700 грамм до килограмма это очень много то есть через каждые там пять-шесть метров траве стоит щучка и ловить ее достаточно интересно но опять-таки спиннингом предпочтение ловли спиннингом желательно конечно все это проделывать с лодки потому что с берега подходов практически практически нет что еще можно сказать по реке река глубокая местами есть крепкие ямы ребят не смотрите на то что вот даже сейчас вроде бы ровная русло и и ничего подобного она извивается местами местами очень резкие крутые повороты на поворотах как правило присутствуют ямы опять-таки ко всему этому добру естественно достаточно и те же сомиков и так далее вот сейчас мы на стрелке летели со стороны на дроне на дроне со стороны эсхара в сторону чугуева да вот ясно и четко видно да какие уды наши харьковские с харькова стекают насколько они чисты сюда кстати протяженность вот от харькова до места слияния северским донцом порядка около 40 километров именно по реке тем не менее не очистились не очищаются то есть наши сбросы достаточно грязные вот здесь это ясно четко видно видно я первый раз даже прозрел когда нырял плыл под водой такой раз утыкаюсь во время ныряния сверху что я не видел в воде как-то не особо заметно утыкаюсь в такую странную коричневую стену я даже прозрел я думал что где-то труба спрятанная под ну знаете там под землей проложена в реку да и идет сброс когда вынырнул то понял вот собственно говоря это всего лишь навсего уда и северский донецк встретились кстати тем не менее вот эту границу коричневой такой воды и прозрачной северского донца уд северского донца очень любит латва очень любит густера то есть там можно достаточно эффективно половить вот здесь по северскому донцу на поворотах он здесь не очень широкий то есть ширина там его до 30 метров но ребят достаточно глубокие местами под берегом в отвес глубина достигает 3 3 с половиной метров и буквально там допустим есть места я знаю там несколько мест на расстоянии там несколько метров от берега там три метра от берега глубины достигают 7 8 метров то есть вот такие крепенькие ямы бывают при том сразу с выходом на утмели то есть я предполагаю что таких местах можно попытаться хорошо эффективно половить сама то есть то и початники принципе здесь бывают тоже нередко хотя основная масса здесь именно ловят это браконьеры с эсхара на лодках с так называемыми пауками ну рыбинспекция особо не обращают на эти вещи внимания к сожалению вот такие есть замечательные пляжики то есть можно приехать отдохнуть но таких пляжей на самом деле немного заходом в воду то есть там ну очень немного на этом участке ближе к чугуеву да достаточно то есть отдыхать там приятно хорошо на ровной реке сейчас кстати мы летим направлении чугуева вот ближе к чугуеву мест для отдыха более чем достаточно но без резких поворотов там идет прямое русло в общем люди там отдыхают на машине возможно подъехать на машинах и отдыхать но обращаю ваше внимание при малейшем дожде дорога крепенько раскисает и есть такие участки проходящие там через посадки через лес которые в принципе тяжело проехать то есть они разбиты и усесться там пузом машины коллеги можно вообще запросто вот вы видите мелкие озера но они как правило недоступны к ним подойти практически невозможно это только что в забродах но у кого есть заброды да можно зайти да можно зайти со спиннингом да можно половить щуку то есть щука не рестится в этих озерах во время разлива она там остается и ее там если ее сетями там не вытянут бывают интересные озера которые там диаметре 10-15 метров а там валом той щуки карася но в первую очередь карася и ну и щука которая зашла сами понимаете откидается по самой не хочу хоть в большей части северский донец здесь имеет среднюю глубину где-то в районе трех метров попадаются и отмели небольшой глубины там полутора-двух метров порядке и бывают также яма но это на поворотах там до шести до семи метров запросто весь серверский донец очень сильно закоряжен то есть если там на лодке идти то нужно быть очень аккуратным так как ветки торчат затопленные бревна торчат можно там и винт отбить можно и нища пропала роль тут все что угодно возможно но места очень красивые они стоят для того чтобы их хотя бы там хотя бы там один-два раза посетить я думаю вам понравится у кого нету машины это тоже абсолютно не беда можно приехать на электричке с лосева идет электричка лосева-1 лосева-2 это с харькова с станции метро ктс и индустриальная ехать до остановки дачи и там буквально полчаса пешком идти до северского танца либо там меньше минут пятнадцать-двадцать долг кому где нравится дыхать мне на отдых не очень нравится вы сами понимаете по объективным причинам вот это направление в сторону самой в сторону электрички где-то вот порядка 15 через луга всем спасибо за просмотр ставьте классы подписывайтесь на канал репосте в соц сетях если как бы если есть такая возможность если есть какие-то мысли по поводу улучшений каких-то моментов новых сюжетов пишите в комментариях спасибо до новых встреч пока